Ничего лишнего Это полная зависимость от гаджетов, когда человек настолько уходит с головой в соцсети, например, что меняет свою реальность на виртуальную и начинает уже жить в том виртуальном мире. Ему от своего гаджета не оторваться. Я думаю, многие из вас замечали картины из жизни, когда человек едет в автобусе и читает свой телефон или планшет, когда он поглощает пищу, и ему не оторваться от телефона или планшета. Давайте попробуем разобраться, что с нами происходит. Наш консультант, психолог Сергей Калинин, с которым недавно мы уже начали разговор на тему влияния гаджетов на нашу жизнь. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Рад вас видеть. Мы в прямом эфире, дорогие друзья, 62-80-30 наш телефон, так что желающие могут звонить и присоединяться к нашему разговору. Вот, Сергей, несколько недель тому назад мы говорили с вами о воздействии гаджетов на наших детей, но ведь и мы, взрослые, тоже страдаем этим самым фабингом. Некоторые даже называют фабинг концом цивилизации. Но, во всяком случае, страдающие этой зависимостью постоянно на чеку, чтобы не пропустить какое-либо сообщение, чтобы не пропустить звонок или новость. Что с нами происходит? Да, это точно. Я присоединюсь к этой картинке. Вот только сегодня я наблюдал и удивлялся, как можно гнать на велосипеде или на электросамокате одной рукой держать руль, а второй рукой что-то там листать в телефоне. Реалии нашего дня. Да, реалии нашего дня. И, к сожалению, вот в таком подключённом режиме всё больше людей начинает жить, и действительно есть вот этот страх пропустить что-то такое необычайно важное. Но я хочу сказать следующее. Интернет изначально – это всего лишь некая техническая возможность, это некое техническое средство. Возможность для чего? Для удовлетворения каких-то наших потребностей. И что хочет человек? Зачем люди идут в интернет? Ну, можно предположить, наверное, на других посмотреть и себя показать. Если мы говорим, вот в частности, про социальные сети. И когда мы говорим, эти потребности на самом деле они связаны. То есть, с одной стороны, у нас есть какие-то виртуальные френды, там присутствуют какие-то знаменитости, какие-то люди, которые нам интересны. И, ну вот, хлебом не корми, дай поподглядывать, а что там у соседа за забором происходит. Да, ну вот теперь такая возможность появилась в интернете. С другой стороны, интернет – это же такое замечательное место, где можно похвастаться, где можно показать себя с лучшей стороны. На самом деле, практически не бывает никого в интернете, кто пытается как-то себя изобразить с худшей стороны. Или кто рассказывает о своей какой-то обычной жизни. Ну, не знаю, просто ради интереса посмотрите странички своих друзей в социальных сетях. А вот у меня вырос суперзамечательный, суперкрасивый цветок. А вот мы на отдыхе и на фоне моря. Порадуйтесь за нас, да? Да, да. Зачем я буду фотографироваться на фоне подъезда? Это вот как-то не очень интересно. И получается, что мы по-разному приукрашиваем себя, свою жизнь. Может быть, не приукрашиваем, может быть, редактируем. Да, вот добавляем только то, что нам кажется достойной информацией. И, конечно же, нам очень хочется, чтобы нам ставили лайки, чтобы писали какие-то восторженные комментарии. То есть мы получаем так называемые психологические поглаживания, да? То есть люди нас одобряют. Наша самооценка повышается. Мы чувствуем себя хорошо, как-то увереннее. И самое интересное, что вот эта возможность редактировать свою жизнь, приукрашивать свою жизнь, современные технологии дают нам практически неограниченные возможности. Если сейчас уже говорят о видеомасках, которые можно примерять в реальном времени, которые улучшают цвет лица, увеличивают глаза, исправляют какие-то огрехи внешности, дефекты речи. То есть вроде бы мы, но на самом деле это вот улучшенная... Но мы приглаженные, красивые, да? Да, 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 улучшенная наша версия. Вот. И, в принципе, наверное, всё бы ничего. Если бы вот эта вот виртуальная картинка оставалась только виртуальной картинкой. И вот у психологов, у современных специалистов на самом деле нет очень такого однозначного ответа, хорошо это или плохо. Дело в чём, что всегда есть категория людей, у которых трудности в реальном общении. Они могут быть тревожными, они могут быть застенчивыми, они могут быть как-то с очень заниженной самооценкой, неуверены в себе, им действительно трудно общаться в реальной жизни. В интернете можно спрятаться за аватаркой, можно слегка подредактировать свою фотографию, можно написать о чём-то, что меня интересует. Ну, если как-то тема не зашла, можно быстренько поменять эту тему. В любом случае всегда можно попытаться найти каких-то собеседников, какую-то аудиторию, которые оценят меня хорошо, которые будут принимать меня хорошо. И получается такая своего рода психотерапия. То, что мне очень трудно, неприятно, болезненно сделать в реальной жизни, я легко могу это сделать в сети интернет. И иногда, да, это вот такое терапевтическое средство, которое, в общем-то, даёт хорошие возможности, и надо их использовать. Но есть и обратная история. Знаете, в 2014 году американские социологи провели опрос, и они обнаружили, что в 2014 году 45% браков начинались со знакомства в интернете. Причём именно в социальных сетях или на специализированных сайтах знакомств. Люди выставляли свои анкеты, естественно, приукрашенные. Люди какое-то время общались там с... В соцсетях. В соцсетях, да, с выбранной вот этой половинкой. То есть какие-то кандидатуры, конечно же, отбрасывались, но вот если взять все браки за 100%, 45%, почти половина, и, по сути, это были заключены в соцсетях. То есть что это значит? Это значит, что когда люди потом всё-таки как-то встретились... В реалии. В реалии. И они не разочаровались. Они, в общем-то, поняли, что вот эта приукрашенная картинка была не настолько плохой. Социологи прогнозируют, что эта цифра будет всё время возрастать. По России, в общем-то, никаких данных здесь нет, и сложно что-то сказать. Но на самом деле ведь, возможно, и другая реакция. Когда мы встречаемся с человеком в реальной жизни и понимаем, что... Он совсем другой. Что он совсем другой. Он не так выглядит. Мало того, те какие-то глубокомысленные изречения, которые он писал, он скопировал с соседней странички, а это не то, что у него в голове. Вот. И, в общем-то, это не соответствует нашим ожиданиям. И это проблема. То есть, это вот то, что называется вот это вот одиночество в сети, когда конвертировать вот тот образ, который заставляет, даёт мне возможность как-то гордиться собой, что-то из себя представлять в сети, в реальной жизни он не подтверждается. И, кстати, вот сейчас уже наметилась вот такая тенденция, да, если внимательно следить за новостями, достаточно часто, ну, вот какие-то блогеры, да, они фигурируют в какой-то скандальной хронике. Кто-то разбился на... превысил скорость. Кто-то придумал какой-то безумный совершенно челлендж, или сам погиб, или пострадали какие-то знакомые. Почему? Потому что вот эта погоня за лайками, погоня за вот это идеальным образом себя, да, человек, которого все любят, которым всем восхищаются, ну, в общем-то, толкает на всё какие-то новые неоправданные поступки, которые не сходятся с реальной жизнью, которые не нужны в реальной жизни, которые вычурные, надуманные, которые, ну, в общем-то... Это же за гранью нормы. Или это норма наступающего... Или норма наступающего, да. Ну, вот, Сергей, да, но ведь о чём... Вот я хочу вас спросить, ведь интернет... Вы слово «семья» сегодня сказали, да, вот образуется семья, была образована, но ведь тот же самый интернет может бесцеремонно вторгаться в семью, в новую, в образованную семью, когда члены семьи заводят в себе виртуальных друзей и подруг, там, друзей противоположного пола, и муж или жена случайно узнаёт, что у второй половинки кто-то появился, и они активно переписываются, они начинают дружить, там, я не знаю, у них виртуальный флирт, и возникает ревность, ведь это же есть на самом деле. Да, да. Вы вот с этим сталкивались как психолог? Да, и, к сожалению, чаще, чем обычно, да, если раньше, условно говоря, муж мог приревновать жену к соседу, то теперь список кандидатов значительно расширился, т.е. там могут быть и нигерийские принцы, и арабские шейхи, т.е. кто угодно. Кто угодно. Вот, и... но давайте я вот всё-таки вернусь немножечко к тому, что... о чём я начал, да, очень... интернет – это всего лишь техническое средство для удовлетворения потребностей. И тут вопрос, насколько потребности супругов удовлетворяются в браке, насколько они закрывают различные потребности друг друга. потребности эти разные, да, семья – это не только вот экономическая ячейка, где жена варит борщ, муж там добывает своего мамонта и содержит семью. Есть ещё и эмоциональные потребности, да, восхищаться друг другом, говорить комплименты, иметь какие-то общие интересы, помимо быта, помимо выживания, помимо воспитания детей. И если вот эти потребности близкий человек игнорирует, или может на самом деле произойти всё, что угодно, да, в семье бывают трудные периоды, когда кто-то вкалывает на 10 работах, а кто-то сидит дома, и ему просто вот скучно, да, и нечем себя занять. То есть разные бывают сочетания, разные бывают ситуации. И интернет, да, вот он предоставляет такую возможность найти собеседника, найти человека, который пришлёт комплимент. Поддержит в какой-то сложной ситуации. Поддержит, который восхитится, который скажет те самые слова, которые давно хотелось бы услышать от близкого человека. Вы знаете, я думаю, что с одной стороны интернет даёт ту самую дистанцию, которая может делать этот флирт кратковременным и безопасным, да. Можно прочитать этот комплимент и, извините, добавить отправителя в чёрный список. И на этом ситуация исчерпана, да. Можно продолжить эти отношения, можно продолжить переписываться, можно перевести вот эти виртуальные отношения в реальные, так или иначе. Вот, но я в любом случае могу сказать, что, как правило, вот подобная переписка в интернете начинается достаточно невинно. И реагировать на них как-то вот ревностью, злобой, и приравнивать вот этот виртуальный флирт не то, что к реальной измене, а просто даже к реальному флирту это достаточно некорректно. Да, это может угробить те хорошие отношения, которые складывались годами в реальной жизни с реальным человеком. И в результате, не дай бог, развод. Из-за, казалось бы, вот пустячка. Да, да. Сергей, сейчас мы прервёмся на рекламу, а затем обязательно продолжим наш разговор. Итак, мы говорим о том, что интернет может бесцеремонно вмешиваться в наши семьи, и тогда уже речь идёт о семейной безопасности. Как спасти семью, когда вот такая угроза нависает расстаться? Да, вы знаете, иногда дело доходит до очень таких забавных мер. Например, мне известны случаи, когда или женщины сами это делали, или по требованию мужей, когда, например, они размещают аватарку в социальных сетях. Ни в коем случае ты не должна там быть одна. Обязательно должна быть с мужем в обнимку, а ещё лучше в обнимку с мужем и с детьми. С детьми, всей семьёй. Всей семьёй, чтобы было понятно, что ты занята, и чтобы, не дай бог, там тебе кто-то не написал. Но я думаю, что про безопасность здесь достигается немножечко другими средствами. Всё-таки первое, самое главное средство – это внимание друг к другу, это открытость коммуникации, когда на самом деле в семейных отношениях, в любовных отношениях, в близких отношениях очень редко бывает так, что отношения развиваются только по возрастающей. Всё лучше и лучше и лучше с каждым днём. Нет, бывают свои кризисы, бывают свои моменты непонимания, бывают ситуации, когда в силу разных причин супруги как-то теряют эту возможность. Например, они перестают восхищаться друг другом. Например, они перестают говорить те самые комплименты. Например, не хватает той самой эмоциональной поддержки в каких-то трудных ситуациях. И понятно, что можно найти всё это, компенсировать вот эти потребности неудовлетворённые, пойти к друзьям-подругам, пойти, я не знаю, к психотерапевту, пойти в интернете пожаловаться нигерийскому принцу, чтобы он вас там как-то утешил. Но самое правильное решение – это всё-таки найти подходящий моментик и поделиться с этим самым близким человеком, с супругой, с супругом. Вот просто, знаете, как сказать, языком посредством слов. Я понимаю, что это странная формулировка. Просто искренне сказать, слушай, мне не хватает. Я очень ценю в наших отношениях вот это вот. Мне вот этого не хватает. И очень хотелось бы. Честно сказать, как есть, правда? Совершенно верно. Честно, искренне сказать, как есть. Если всё-таки находится такой вот утешитель, доброжелатель, который бурно выражает свои восторги, тоже одно важное правило безопасности. Я понимаю, что, может быть, приятно сделать из этого мою маленькую тайну. Вот у меня там появился воздыхатель или воздыхательница. Всё-таки делитесь этой информацией. Потому что неизвестно, каковы намерения вот этого человека, который... Совершенно верно. Ведь много мошенников. Да, да, абсолютно точно. И шантажистов, которые потом будут шантажировать этим семью. Да, абсолютно точно. Можно и лучше всего это вот та самая информационная открытость. Когда с близким человеком вы просто делитесь. Можно это сделать с улыбкой. Можно это сделать вот как это чуть-чуть подразнить. Вот видишь, как это? Не будешь говорить комплименты за тебя. Это сделает нигерийский принц. Вот. Это шутка. Это ни в коем случае не какой-то там эмоциональный шантаж. Но, тем не менее. Вот. И, может быть, самый такой последний, последняя такая рекомендация. Знаете, всегда вот лучшее, что называется, защита – это быть вместе. И, ну как, демонстрировать вот это единство. Да, потому что я понимаю, что это вот, я начинал с этого, что это смешно, когда вот на аватарке обязательно мы вдвоём фотографируемся. Но даже если у нас отдельные аккаунты в соцсетях, да, мы можем точно так же, как в реальной жизни, мы, семья, близкие люди, мы можем точно так же обмениваться виртуальными подарочками. Мы можем точно так же писать друг другу какие-то хорошие слова. И темного со временем. Абсолютно точно, да. Мы помним, что социальные сети – это всего лишь средство, да, и для нас это может быть средством выразить нашу любовь, как-то стать ближе, как-то показать эту нашу любовь. И если это будет присутствовать, поверьте, ну, даже вот та публика, которая может иметь какие-то интересы, да, и как-то пытаться вторгнуться в наши отношения, они сразу поймут, что им ничего не светит и не стоит и пытаться, что там настолько близкие и хорошие отношения, что мы тут лишние. То есть интернет должен побудить семейную пару, если над ними нависает вот такая туча, по-новой учиться взаимодействовать друг с другом. Да, да, и использовать это средство для того, чтобы укрепить наши отношения, но не подорвать их, не ослабить, не разрушить, не впустить туда лишних людей. А к психологу с такими проблемами, к психологам обращаются? Вот что показывает ваш опыт, ваша практика? Вы знаете, вот всё дело в степени ревности. Вот с одной стороны понятно, да, что ревнуют только того человека, которого любят, который представляет для меня какую-то ценность, которую я боюсь потерять, которую я хочу сохранить. И понятно, что в любой сильной любви, в любой сильной привязанности присутствует какая-то толика ревности, маленькая такая долька. Но бывает и так, что эта ревность начинает зашкаливать, она превращается в агрессию, она начинает переходить какие-то разумные границы. И, ну, вы знаете, например, да, та же самая красивая женщина, предположим, там, ваша супруга, она не отвечает за то, если ей напишет тот самый вот нигерийский принц, да, или какое-то там третье лицо с какими-то комплиментами или с какими-то неприличными там предложениями. Почему ревность супруга обрушивается именно на неё? К сожалению, часто так бывает, что даже если женщина ответила спасибо, даже если она написала очень приятно, вот, бывают ситуации, когда вот даже простого какого-то знака вежливости, да, простого принятия вот этого чужого знака внимания вызывает совершенно иррациональную дикую вспышку ревности, которая может довести до распада реальных отношений. Я сразу хочу сказать, что не всегда в этих случаях, вот, да, если вы чувствуете, что вот эта ревность из виртуального мира начинает ломать ваше реальное отношение, да, надо идти к психологу. И самое ужасное, что не всегда тут может помочь психолог, бывает ревность настолько развита, что есть такой диагноз, который называется бред ревности, когда ревнующий человек, он полностью утрачивает связь с реальностью, и здесь уже нужно обращаться к психиатру, к сожалению, это тут психолог не поможет. Серьёзное, это уже заболевание. Да, это серьёзное заболевание, там велик риск агрессии и насилия по отношению к женщине, и здесь нужно принимать меры. Вы знаете, Сергей, вот я начала с фабинга, и вот мне кажется, что люди, которые в соцсетях любят себя приукрашивать, демонстрируют себя сутками, мне кажется, что они придумывают для себя маленький спектакль, вот, наверное, им не хватает, вот они режиссёры и актёры по жизни, и, наверное, им так легче. Но всегда надо не забывать об опасности, которые это несёт. Да, интернет помнит всё, и реальная жизнь всё равно всё расставит по своим местам, как бы мы ни пытались казаться лучше, чем мы есть на самом деле. Спасибо вам большое, я думаю, эту тему можно продолжать очень долго, но наше время подходит к завершению. Психолог Сергей Калиниев был сегодня с нами в прямом эфире, ну, а я, ведущая этой программы Ирина Лукина, желаю всем самого доброго вечера. Берегите себя, берегите своих близких, дорогие друзья.